Друзья, всем привет, и вот наконец-то я смотрел для выхода третьей части ключа до ножа. Давайте же посмотрим, что у меня из этого вышло. Как вы помните, в прошлом видео мы заработали около 5 долларов. Я уже хотел было перейти к другой схеме, но попытка сделать пару кругов я понял, что пока рано. Нужно потянуть баланс еще чуть выше, и с помощью таблицы используя схему из первой и второй части ключа до ножа, я стал соответственно поднимать свой балик. Большую часть крыша до того, какие круги я сделал, я прикреплю отдельно файлом к видео. Скажу лишь, что это было весьма непросто муторно. Иногда тратил время в пустую, что весьма обидно. Скажу так, один круг трейда в среднем занимал по 5-10 минут, я же сделал таких кругов достаточно много, и половина из них принесла совсем немного прибыли, а какие-то дали хороший доход. Отчасти для того, что я поймал момент завоза новых вещей на дразкинс, я смог хорошо профитнуть. В дальнейшем какую-то часть из этих средств я выводил на продажу на без скинс, а вторую часть я продолжал также раскручивать счастье заменей. На таких балансах я понял, что особо никуда не денешься, так как большинство других способов трейда занимает более 7 дней. Из-за банов, которые существуют на вещи по контре, и из-за банов на вещи, купленных на тп стима. Поэтому мне было проще просто продолжать так же понимать баланс, иногда заходя на магазины, или залетая иногда на выгодные проценты на рулетку. Например, на вот офай скинс идея игровка не нужна, хотя я для вида и делаю небольшие став. Так в душе будет спокойней, что у сайта ко мне будет меньше вопросов. Я азартный человек, поэтому стараюсь с рулетками особо не работать. Но те, кто знает к ним подход, делают там хорошие проценты к бану. Но тут уже все на ваш страх и риск. Что касается продаж на бискинсе, то в среднем если селись за конкурентами по продажам, то вещи максимум продаются в течении 3 дней, в большинстве своем. Поэтому стоит ли подобное ожидание доходности, которую я оказывал в прошлых видосах, решать соответственно вам. Мой баланс позволял мне раскидать по частям то, что у меня имелось на различные сайты, и взаимодействовать с каждым по мере поступления выгодных предложений. Хотя сам я не сидел без дела при отсутствии выгодных предложений или долгопродаж на одном сайте, и шел работать с другим сайтом. Казалось бы, я кручу какие-то копейки между сайтом, несмотря на то, что мой баланс уже преодолел планку в 10 долларов. Но с каждого круга шла какая-то отдача, а сложив все вместе, получались приятные проценты в целом. Ну а на данный момент у меня имеется 3 доллара 57 центов на бискинсе, 5 долларов 1 центов на ксмани, около 25-30 центов на различных сайтах, в том числе ширпом в инвентаре, и 17 рублей на тот маркет. Если весь этот баланс мой перевести под те проценты, что сейчас таблица, на 1 трейдит например, то выйдет чуть больше 11 долларов. Итого с прошлого видео мы приумножили свой банк более чем 2 раза. Теперь на случайности я полагаться не стану, и к следующему видео я уже сделал частичный перевод баланса на стим с помощью тег 9, который поймал в лайфленте ксмани в день выхода обновления этого оружия в игре. Да, изначально у меня был вариант прокручивать баланс любым сайтом совместно со стим, но тогда один круг трейда занимает неделю, зато с профитом 20-30%. К сожалению данные проценты в это время меня не устраивают на том балансе, что у меня сейчас, а значит мы будем заниматься перепродажей вещей не выходя из торговой площадки стим. Посмотрим к чему это нас приведет и оправдать ли себя подобный трейд на таких небольших балансах. Ну а на этом у меня все, всем хорошего трейда и до встречи. Не забывайте также про лайки и оставляйте комментарии.